Всем привет! С вами Amway921 и сегодня мы поговорим про первый тяжелый танк ветки США, который встречается в нашей игре на пятом уровне. Это Т1 Heavy Tank. Наверное, не случайно первого терминатора также назвали индексом Т1 за его способность к аннигилированию, потому что наш Т1 любимец все-таки многих игроков. Его способность к аннигилированию прежде всего обусловлена высокой скорострельностью и довольно неплохой мобильностью, как для тяжелого танка. Но об этом позже. Вначале поговорим про броню, потому что в патче 9.14 данный танк перевели в HD качество, попутно и много где, изменив ему бронирование. Где-то оно стало больше, толще, где-то тоньше. Если посмотреть на корму, то верхняя часть у танка стала толще на 5 миллиметров, там сейчас 46, снизу 25, а раньше все было по 41. Борт корпуса весь был 44, а стал передняя часть 52, задняя 41. Щель, кстати, между гусеницами и верхней частью корпуса стала несколько уже. Нижний бронелист похудел, а раньше он был весь 102 миллиметра, теперь 95. Зато маска потолстела, раньше была она сама по себе только 102, а теперь еще и вся область вокруг нее тоже по 102. Схуднули немного щеки, было там 83 миллиметра, осталось 76. И последнее, что изменилось, это пропали слабые зоны на верхнем бронелисте, теперь он там весь сплошняком по 83, а некоторые зоны были по 70. Параметры вооружения перед вами, о них мы поговорим чуть позже, а если заканчивать разговор про броню, то не скажешь однозначно, стало ли плохо или стало еще лучше, чем было. С другой стороны, этот танк и раньше никогда не славился особенной броней, что там эти кому 102 миллиметров в маске? У танка, кстати, а это забавно, я как-то не обращал раньше внимания, маска это не экран, это вот и есть основная броня. Довольно редко такое встретишь в нашей игре, обычно только на топовых японцах это встречается, на тяжах, или там где-то в песке уж совсем не поймешь, а тут вот такое, то есть маской на этом танке очень сложно отбивать, что там 102 миллиметра пробивают все до единого. Короче говоря, броней как раньше пользоваться нужно было с огромной осторожностью, так и сейчас. На это еще накладывается ограничение в виде того, что танк довольно громоздкий. Он, что сказать, огромный, высоченный, такой квадратный кирпич. Его и в борт легко поразить попав, и в лоб, естественно. Ну, может быть, в лоб он занимает, конечно, меньше площади, чем по борту, но тем не менее. С маскировкой у него все плохо. Среди всех тяжелых танков пятого уровня у него, за тем делом, хуже всех. Ну, это, наверное, и не важно для тяжа-то. С другой стороны, Хэви имеет неплохую мобильность. Ее, может быть, прямо и не назвать там, ну, типа, как сверхлегкий танк, конечно, нет, но если сравним данный танк с его одноклассниками, с другими тяжелыми танками на пятом уровне, то у нас самая максимальная удельная мощность. Она, хоть и всего 16,4 лошади на тонну, ну, типа, как у среднего танка, но, тем не менее, она больше всех остальных. Вот в чем прикол. Другое дело, правда, что максимальная скорость совсем маленькая, 35 километров в час всего лишь, и с этой удельной мощностью было бы здорово, наверное, до 45 там разгоняться, но тогда называть этот танк нужно уже было бы не тяжелым, скорее, а средним. До кучи, кстати, у нас еще и плоховатая скорость заднего хода, всего 10 километров в час. То есть мы ехали-ехали, довольно живо кого-то встретили опасного или много противников, и назад мы еле-еле ползем. Об этом тоже забывать не нужно, поэтому дважды подумайте, прежде чем выезжать, смотреть за угол. Если вы не знаете, кто там стоит, а там могут стоять и трое, и четверо, то потом назад, возможно, и отъехать не успеете. А еще у танка довольно плохой обзор, всего 330 метров, и его обязательно нужно чем-то усиливать. Желательно оптикой или трубами, или тем и другим. Там оптика работает, пока едем, трубы пока стоим. И то с ним даже, вместе с оптикой, вентиляцией, и со всеми перками я и то не имею максимальный обзор на этом танке. То есть он такой послеповатый. Играть нам только в ближний бой, или от команды, от засвета. Ну и самое главное для танка, это его орудие. Единственный минус в нашей пушке, это очень маленький разовый урон. Несчастные, 115 очков. Эти цифры, ну, довольно смешные по уровню в целом. Средняя по больнице температура, это около 150-140 разового урона, а 115 вообще никуда. Всякие там эти французские БДРы на 220 хреначат, поэтому наши 115 реально смех на палке. Но зато неплохая стабилизация, не назовешь ее прям совсем хорошая, но она неплохая на фоне других, выделяется чуть вперед. В принципе, хоть и посредственная американская точность 0.43, но не такое и долгое время сведения, 2,3 секунды. И что самое главное, очень высокий урон в минуту. Один раз промазали, особенной беды нету. Через буквально-таки 3,5, а в случае моего танка, через 2,85 секунды, вы готовы стрелять вновь. Добавим сюда еще и отменные. Американские углы вертикальной наводки и вообще становится понятно, что делать на этом танке. Пушка опускается вниз, напомню, на 10, а задирается аж на целых 30. И то и другое просто выше всех одноклассников, ну или ниже всех, естественно. В общем, если играем мы вверху списка, то есть нас кинуло к пятеркам, четверкам и тройкам, то там мы просто сатана. Убиваем все, что шевелится. Благодаря стабилизации, подвижности, мы играем чуть ли не как средний танк. Количество очков прочности у нас не так и плохо, в отличие от тех же средних танков. И вообще, если играть с головой от рельефа, от засвета союзников, то получаются отличнейшие бои. Вы при этом, что очень важно и на ком КВ-1 этим не похвастаешься, успеваете подобивать врагов. Часто бывает такое, что вроде раз, резко что-то произошло и мы начали выигрывать. На КВ-1 пока разгонишься, пока доедешь до кого-нибудь там подобивать, союзники все уже подоедали. На Т-1 хэви кое-чего успеваешь отнять. Но при этом важно забывать, что даже до конца боя на этом танке будет посложнее, чем на КВ-1, потому что он все-таки более рыхлый и он совсем не танкует, даже бортом, даже из-за углов там. То есть все, чем он танкует, только естественными укрытиями и вашей соображалкой. Всем этим пользоваться нужно умеючи. То есть я бы не назвал прям Т-1 хэви танк, такого типа для начинающих вам подойдет. Ошибок он не прощает. С другой стороны, наверное, быстрее учит. Ведь в отличие от того же КВ-1, крепкого довольно тяжа по уровню в целом, нужно запоминать и уметь уже отличать врагов друг от друга, знать кто как пробивает, кто как стреляет, у кого примерно какая перезарядка по времени, чтобы успевать выезжать и реализовывать свой ДПМ. То есть один из противников какой-нибудь там гаубицей своей стреляет и уходит на секунд 15 перезарядку. Ну или 10 сколько там. И вы за это время, зная это, можете три раза бесплатно его продамажить. Все эти микрофишки, ну они скорее оседают в голове уже спустя какое-то время, спустя какое-то количество сыгранных боёв, а то даже проигранных, чтобы уж совсем там всё понимать. Помнить, что называется на шкуре своей. И поэтому в этом случае Т-1 хэви может показаться сложным в освоении. Как в принципе и было у меня когда-то. Когда я качал свою первую ветку, а каким-то хреном так вышло, что я первую ветку вообще в истории своей игры выкачал до топа американскую, на Т-1 я прям не мог наплеваться. Потому что он вроде бы едет, но громоздкий. То есть вроде бы ты быстро приехал и молодец. И вроде бы начал даже убегать, успевать, но по спине всё равно накидывают, потому что промазать по нему сложно. Вроде бы ты приехал до врага быстрее, а он стоит за углом. И твой ДПМ против его высокой альфы уже не тот случай, короче. Получаешь, выезжая из-за угла каждый раз больше, чем наносишь сам. И много-много вот таких моментов. Играть от урона в минуту при маленькой альфе в нашей игре всегда было сложнее. Я не скажу, что это прямо, ну, невыносимо или не под силу вообще никому. Нет, просто сложнее. И для этого нужно немного больше знать и быть чутка более осторожным. А прометчивый выезд для нас это всегда возможная потеря там половины хп. Что уж говорить про сражения внизу списка, как здесь. Проблема в этом случае ещё и выплывает то, что у нас бронепробитие не рекорд. Всего 128 миллиметров. Подкалиберы в этом случае довольно часто будут использоваться. Ну, если вы хотите пробивать и как-то стремиться к победе, у них бронепробитие 177, но будьте готовы раскошеливаться. В общем, ничего нового, наверное, при сражении внизу списка. Всё равно приходится так же осторожно играть, потому что всё равно все пробивают. Но вот другое дело, хп-то всего 600, а у некоторых тут альфа уже под 400 бывает, поэтому лучше вообще не рисковать. Тем более, высокоуровневая артиллерия нас и вовсе ваншотнуть может в крышке. Но опять же, что внизу списка, что вверху, мы по-прежнему такой же довольно неплохой по маневренности тяжелый танк. И поспеваем на добивание. Например, сейчас команда вся выиграла. Ну, я как-то поучаствовал там с краю немножечко, чуть-чуть. Влился, в общем, в струю. Ничего бы, наверное, не смог бы сделать, если бы наши, наоборот, сливаться стали, как у команды противника. Но тем не менее, сейчас уже, когда наши начинают только-только подъезжать, чтобы добивать там этих японцев, ПТшек всяких, я уже на месте. Другое дело, правда, что у некоторых из них гораздо быстрее сведения и больше разовый урон с бронепробитием. Может быть, именно в этом не успеваю прямо совсем все убивать быстро. Но, по крайней мере, потенциально я уже приехал. То есть, все эти фишки, ну, они вот уже такое со второго раза, скажем, с какого-то там уже, с третьего, с очередного, короче, знакомства мною с Т1 Heavy, они мне как бы намекают на то, что танк реально неплохой. Говорить, что он какой-нибудь неудачный, а раньше я его немного так недолюбливал, это очень опрометчиво. Танк здоровский, клевый, но к нему нужно приловчиться. Играть от ДПМа, играть от маленькой брони и довольно хорошей подвижности, требуется гораздо больше мозгов и сообразительности, нежели чем просто играть на каком-нибудь тяжелом танке, ну, типа КВ-1, например. Там с этим чуть проще. В конце помните, если вы качаете американскую ветку тяжа и только к ней приступили, то знайте, это только начало, дальше будет гораздо интереснее. Ну, у меня на сегодня все. Подписывайтесь на канал и жмите лайк, если видео было вам полезным. Всем пока!